Эту тему мы обсудим с нашими гостями, они уже с нами на связи, депутат парламента Республики Молдова Оазу Нантой, и также с нами на связи господин Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего. Коллеги, приветствуем вас. Первый вопрос как раз к господину Нантою, как депутату парламента Республики Молдова, в силу того, что и последнее время в эфире телеканала «Фрида» мы часто акцентировали внимание на вмешательстве в дела Молдовы Российской Федерации, дабы активизировать свой, так бы сказать, пророссийский пул. Оазу, по вашему мнению, зачем это Российской Федерации и что это за такая постепенная стратегия? В случае Республики Молдовы все достаточно транспарентно на протяжении десятилетий, потому что та же Российская Федерация под предлогом решения Приднестровского конфликта пыталась навязать Республике Молдову модель федерализации, которая позволила бы Кремлю контролировать всю Республику Молдову. Так называемый меморандум Козака 2003 года — это достаточно хрестоматийный пример. И сейчас, после фронтальной агрессии России против Украины, ставки резко возросли, потому что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова. Молдова — небольшое государство, но она находится, так сказать, в тылу Украины, на границе с НАТО. И поэтому для нас совершенно очевидно, что Российская Федерация проводит пакет мер, так называемая гибридная война против нынешнего руководства Республики Молдова именно для достижения своих политических целей — свержения нынешней власти, дестабилизации ситуации и осложнений ситуации для той же Украины и НАТО. Давайте мы тогда действительно еще и Игоря Попова присоединяем к нашему разговору, потому что действительно Молдова среди тех стран, где подтвержденные факты были вмешательства как раз Российской Федерации и Кремля в внутренние дела. И понятно, что, наверное, все-таки цели, если мы говорим о конкретных странах, Кремль может преследовать разные. Но все же, наверное, есть главная ключевая цель, которую преследует Кремль, это быть непосредственным участником фактически, да, и контролировать определенные процессы, в особенности, если мы говорим о выборах. Что мне интересно, я для себя попыталась, как все-таки тот же Путин постоянно комментирует тему и как реагирует, когда в России говорят как о стране, которая вмешивается в дела других стран. В 2017 год Путин заявляет, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран. Я цитирую, Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и всегда поддерживает усилия по стабилизации ситуации. Это был 2017 год. Далее, 2020 год. Россия не вмешивается во внутреполитические процессы в других странах, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Мы не вмешиваемся, в отличие от многих других. Тогда он так сказал. 2022 год, повторяет опять тот же тезис Путин и так далее. Но вот все-таки задается вопросом ряд иностранных СМИ, вмешивается ли Россия во внутренние дела других стран. И твердо отвечает, да, вмешивается. Вот теперь и разведка США в очередной раз подтверждает, что Россия за последние годы вмешивалась в выборы как минимум в девяти странах. Игорь, вам тогда вопрос. Вот если мы говорим о ключевой цели, каким бы образом мы могли ее характеризовать? То, как действует Кремль, вот эти вмешательства, которые осуществляет Кремль в отношении других стран, в особенности в процессы выборного характера. Какая ключевая цель? Все-таки привести и помочь привести к власти в стране пророссийские силы? Либо же тут может и еще, скажем так, можем прослеживать и еще ряд других интересов, которые Российская Федерация имеет в той или иной стране? Уровень целей, он отличается, конечно, от страны и к стране. И программа максимум – это привести к власти своих политиков или хотя бы завести в парламент своих политиков. В Украине мы помним ставку на Януковича, открытую поддержку. Если это не получается, то другой уровень целей – это продвижение своих нарративов. То есть даже через кандидатов или партии, которые не могут победить, через группу поддержки, продвижение тех информационных месседжей, которые в данном случае выгодны Кремлю. Если же и это не очень успешно работает, то третий уровень целей – это дестабилизация ситуации в обществе. То есть понятно, что в американском обществе, к примеру, продвигать некие идеи, выгодные для Кремля, довольно трудно, поэтому в 2020 году на выборах ставка была сделана на подрыв доверия к результатам выборов. Очень много было информационных кампаний по поводу штурма Капитолия. То есть именно концентрировались на этом, потому что цель стоит подорвать общественную легитимность избранной власти и посеять сомнения в том, что выборы проходили честно и прозрачно. Ну вот Германия, кстати, да, вот давайте тогда в продолжение. Материал Deutsche Welle как раз сейчас процитирую. Deutsche Welle, авторы материала, проанализировали как раз вот эти процессы, как действует Российская Федерация в отношении каждого отдельного государства. То, Игорь, о чем мы сейчас говорили, что могут быть еще определенно такие по цели в отношении той или иной страны. Вот Deutsche Welle пишет, что Германия одна из мишеней российской дезинформации на сегодняшний день. В Федеральном ведомстве по охране Конституции Германии заявили, что Россия после полного начала полномасштабного вторжения в Украину усилила кампании по дезинформации в ФРГ. В Германии политика Российской Федерации направлена, цитирую, на подорвать доверие населения к госорганам, независимым СМИ, а также подорвать союзнические отношения от стран в рамках Евросоюза и НАТО. Да, еще добавлю, Верховный представитель Евросоюза по внешним делам политики безопасности Жиза Боррель заявил во время визита в Киев 1 октября, что Украина и ЕС тут должны вместе сейчас все-таки противостоять российской дезинформации, противостоять российскому вмешательству внутренних дел той или иной страны. Поэтому это на самом деле действительно очень важно. Вот господин Антой, Германия, да, ну понятно, что в Германии свои цели преследует Российская Федерация, но в частности, когда мы говорим о том, как бороться с этим вмешательством Российской Федерации, тут все-таки каждая отдельная страна должна самостоятельно бороться с этим вмешательством, либо же все-таки это должно быть консенсусное решение на уровне Брюсселя, каким образом можно сегодня противостоять Российской Федерации, Кремлю и, в частности, Путину в вопросе вмешивания, да, вот украинское слово хорошее, втручание, вмешивание как раз во внутренние дела, вот в частности Германии, вас как гражданина Молдовы, Молдова, это ваша родная страна? Ну, например, в случае Германии достаточно вспомнить элегантный термин, который звучит так, шрёдеризация европейской политики, да, когда бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер стал символом коррумпированности, простит он меня, европейских политиков, которые находятся на услужении Путина. Конечно, есть общие проблемы и для стран Евросоюза, Германии, и для Республики Молдова. Это способность общества противостоять так называемым гибридным войнам. Это способность общества противостоять политике России по эксплуатации внутренних проблем. Вот мы сейчас видим, например, в социологических опросах в Германии на первый план выходит проблема беженцев. Соответственно, появляются политические силы, которые эксплуатируют эту проблему. И главная задача России в данном случае разрушить европейскую солидарность, посеять, так сказать, внутренний раздрайв в каждой стране с тем, чтобы ослабить поддержку Украины в этом противостоянии между добром и злом. Республика Молдова — это специфическая страна. Я не хочу здесь много говорить о нашем историческом прошлом, кто и как создал Республику Молдову, но в нашем обществе, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем значительный сегмент общества, который чувствителен к российским нарративам. И на протяжении последних лет мы видим чёткую взаимосвязь, когда, к примеру, выходит к рампе небезызвестная Мария Захарова, Мария Захарова. И пятая колонна внутри Республики Молдова подхватывает эти нарративы, которые имеют очень чёткую цель — дискредитировать нынешнюю власть и создать условия для дестабилизации ситуации. Поэтому мы в данный момент внимательно изучаем опыты других европейских стран, которые имеют институты по противостоянию угрозам гибридной войны. Был создан центр. Ныне буквально недавно мы проголосовали за назначение директора центра по стратегическим коммуникациям и противостоянию пропаганде. Но главный момент в этой ситуации, конечно, мы должны учиться воспитывать Берарданина, который думает критически и не позволяет манипулировать собой. Да, вот это вот как раз, господин Антой, я с вами тут абсолютно согласна, критическое мышление, рациональное зерно — это задача каждой страны. В отдельности всё-таки поддерживать вот это вот население и определённую информационную кампанию в этом направлении тоже, да, такое противодействие, противоядие как раз той дезинформации, которую и Российская Федерация продолжает, да, вот просто ядовитыми своими веществами в виде средств массовой информации использовать для своих вот этих целей. И это очень важно, как действует та или иная страна. Игорь, в продолжение хотелось, да, потому что мы прекрасно понимаем, Россия использует шпионов, социальные сети, да, абсолютно никуда это не делось. Таким образом, российские СМИ активно продолжают свою работу для подрыва фактически верности и такой целостности общества, честности демократических выборов в той или иной стране, да и во всём мире. В этом докладе, о котором мы сегодня говорили, который сделал как раз разведка Соединённых Штатов Америки, есть такой тезис, это глобальное явление, то, как действует Российская Федерация. Наши данные показывают, что высокопоставленные российские правительственные чиновники, в том числе в Кремле, продвигают значимость в таких операциях по оказанию помощи и считают их эффективными. В документе, я о чём хотела, Игорь, спросить, отмечается, также и Китай в этом контексте, на самом деле, что Китай также, да, мешает определенным образом выборам других стран, но не использует подобную тактику, как Российская Федерация. Ну, в Пекине, кстати, тоже отвергали подобные обвинения, поэтому у вас хочу спросить, ну, у Китая, наверное, свои какие-то определенные всё-таки задачи стоят за теми процессами, теми действиями, которые осуществляет как раз в данном контексте Китай. Но всё же, как вы считаете, это такая, ну, скажем, совместная работа, либо же тут и Китай, и Россия действуют в интересах, понятно, что каждый своей страны, фактически, в кавычки мы это возьмём, но всё же, вот эта тактика, она где-то подобная и цели, которые преследуют и Китай, и Россия, либо же всё-таки тут тоже есть определённая дифференциация? Стиль спецслужб Китая несколько отличается, всё-таки, они предпочитают работать с элитами для того, чтобы договариваться с элитами, а не влиять на общественное мнение. Во многом это обусловлено тем, что в самом Китае нет столь публичной конкурентной политики и политического плюрализма, поэтому специалистам не хватает, а чужим они не доверяют. То есть, стиль работы Китая это предложить китайское оборудование, серверы, видеокамеры слежения, в Украине мы это тоже проходили, получать доступ к интересной информации, а потом пользоваться этой информацией влиять. Россияне пытаются всё-таки запускать информацию через каналы коммуникации. Вот мы вспоминали Германию. В 2017-м я был наблюдателем на выборах в Германии от ПАО БСЕ. Нам делали закрытую презентацию о том, сколько интересных аккаунтов появилось за месяц до выбора, и большинство из них продвигали повестку альтернативы для Германии. Это были те выборы, где альтернатива получила ошеломляющий успех. В то же время есть некая информация, что Россия помогает продвижению Сары-Вагенкнехт в той же Германии, левого политика, все выступления которые очень хорошо разлетаются по социальным сетям. Но даже россияне недостаточно эффективны, им еще далеко до высшего пилотажа, который проявляет Кембридж-аналитика или некоторые другие структуры не столь известны. И поэтому если бы российская пропаганда была более успешной, то возможно и война в Украине развивалась по-другому. А так, поскольку пропаганда развалилась, деньги разворовали, а украинцы проявили свое критическое мышление и патриотизм, то Россия не смогла применить мягкую силу и пришлось приезжать танками, что в принципе тоже стало безуспешным. если говорить в целом о будущих выборах в США, это тоже очень интересный момент, они будут проходить в США в ноябре следующего года, практически год и остался до этих выборов. Насколько выгодно и нужно Российской Федерации сейчас вмешиваться непосредственно в выборы США? Существуют ли смысл и цели какие-то, которые преследует Россия в будущих выборах, перевыборах, как бы это ни называть? Уазу, вам слово. Безусловно. Конечно, путинский режим усиленно борется против так называемого однополярного мира. Усиленно пытается представить себя со своим ужасным уровнем экономики и социальными проблемами в качестве какого-то полюса, который же должен решать судьбу мира вместе с Китаем и другими, скажем так, не совсем демократическими режимами. И в этой ситуации Соединенные Штаты остаются целью номер один стратегической для Российской Федерации, особенно если учесть, что Соединенные Штаты сейчас являются таким центром, который оказывает поддержку и Украине, и вот последние драматические события в Израиле. И поэтому российская пропаганда, конечно, главной целью имеет перед собой Соединенные Штаты. Это дискредитация институтов государства, это подрыв доверия к выборам, к результатам выборов и с тем, чтобы внутренне ослабить Соединенные Штаты и с тем, чтобы расширить поле для своего влияния и свои возможности в тех жестких конфликтах, как, например, в ситуации с Украиной. Поэтому, конечно, выборы в такой стране, как в Республике Молдова, они, скажем так, вторичны, но для путинского режима Соединенные Штаты это, конечно, абсолютный приоритет и самая главная цель, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий, многих десятилетий являются символом и демократии, и правового государства, и свободной конкуренции. Если подорвать имидж этого символа, конечно, последствия будут негативными и долговременным, выгодными авторитарным режимом типа путинского в перспективе. И на завершение также, Игорь, ваш комментарий касательно, опять же, очень интересно услышать, касательно, выборов в США. Сейчас видим, как внутри США идет такая себе борьба за то, кого же представлять там на место спикера. Видим, что там одного из претендентов уже официально отменили, уже после нескольких попыток набрать нужное количество голосов. Какие интересы Российской Федерации в следующих выборах США, и существуют ли, возможно, какие-то уже, если можно так дипломатически называть, ручные кандидаты, на которых делает ставки Российская Федерация? Выборы в США и так будут сложными, очень конкурентными, их итог не предрешен. Говорить о том, что Россия поддержит Трампа или Рамасвами я бы не стал, потому что во время президентства Трампа Россия не получила тех ожидаемых плюшек, о которых она мало думает. Поэтому для России, наверное, более важно это дестабилизация внутренней ситуации, чтобы американская политика вошла в глубокий кризис и меньше могла заниматься внешними проблемами. Поэтому даже во время избирательной кампании в ближайший год, что касается Украины, мы можем ожидать массированных просто вбросов любой информации. Но пока американское общество нормально держится. Даже в последние пару недель продвигалась тезис об охлаждении, отношении к Украине, усталости от Украины. Мы видели прекрасное выступление Джозефа Байдена буквально пару дней назад, где он четко подтвердил, что и финансовая, и военная помощь и Украине, и Израилю будет оказываться. Накануне этого выступления состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского с Джозефом Байденом, где они обсудили, согласовали свои позиции, и мы видим, что есть абсолютное понимание и конструктивное сотрудничество. То есть пропаганда не работает, если есть союзнические отношения. Спасибо вам большое, коллеги, спасибо за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, Уазу Нанто и депутат парламента Республики Молдова с нами был на связи Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего. Игорь Попов,